Уникальная спецтехника базируется в Бадлерской пожарной части номер 13. Это редкие для России автомобили. В Сочи пришло две спецединицы и сейчас пожарные отмечают все плюсы и необычность таких импортных машин. Если водителям объяснить, у них колеса поворачиваются как у кара. Если поворачиваешь направо, то задние колеса поворачиваются налево. И очень тяжело научиться ездить на этой машине. Они прошли очень серьезный курс. Они обучались на базе вот этой пожарной части. Здесь приезжали преподаватели из Москвы. Десять водителей после двух месяцев подготовки получили допуск к работе. Как показала практика, при ЧП в туннеле пожарным обычных противогазов хватает на час или чуть больше. А пострадавшим бывает еще сложнее. Поэтому вопрос о закупке новых спецмашин, которые предназначены непосредственно для тушения пожаров в туннелях, был поднят давно. Машины абсолютно новые. 2012 года выпуска получили их недавно. И теперь они находятся в боевом расчете. Но прежде чем использовать эти автомобили в тушении пожара в туннеле, необходимо провести соответствующие учения. Отработать на местах нужно все до мелочей. Скорее всего для учения будет выбрано раннее утро. Одна машина при подгорании будет заниматься ликвидацией огня. Она может перевозить до 4000 литров воды. Оснащена всем необходимым современным оборудованием. Имеет даже камеры внешнего наблюдения. А движется только вперед. Другая машина под названием «Челнок» предназначена для эвакуации людей. Тепловизор включаем. Вот здесь на экране все высвечивается. В полной темноте человек выделяет тепло и силуэт его виден. Но одно дело – обнаружить пострадавших, другое – помочь им выбраться из огня. Для этого в машине работает прибор определения концентрации газа. Воздух пропускается через фильтр и внутри всегда есть его циркуляция. Кроме того, в машине целый сектор кислородных масок. Я подаю кислород, чем мы дышим, подаю на вот эти дыхательные маски. 20 масок специально для эвакуированных. Одели, очень все просто. Включили кран и пошел дышать, дышим чистым воздухом. В Сочи 18 туннелей, причем абсолютно разной протяженности. Так что сочинские пожарные теперь во всеоружии. В случае что, не будет потеряна ни одна минута драгоценного в таких ситуациях времени. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.